Несколько месяцев назад о небольшом городке Винницкой области узнала вся Украина. Калиновка. Новости оттуда после взрывов на военном арсенале буквально разрывали информационное поле. Но время прошло и Калиновкой стали интересоваться все меньше. А зря. Оказывается, большинство жителей поврежденных домов восстанавливают все своими силами. А семьи в разрушенных домах так никуда и не отселены. И живут фактически на руинах. Убедилась в этом наша Павлина Василенко и ее материал. Смотрите далее. В этом лесу находится ставший печально известным два месяца назад Калиновский арсенал. От него до ближайших домов менее километра. Люди прячутся в подвалах. Колонны направляются в сторону Калиновки, где зарево и взрывы. Очень похоже на 1986 год, говорили многие. Тогда, в конце сентября, из-за взрывов на арсенале эвакуировали из окрестностей 30 тысяч жителей. Но больше всего от взрывов реактивных снарядов пострадали два села – Медведка и Павловка. До сих пор в огороде Натальи находят вот такие осколки от града. В тот вечер, 26 сентября, Наталья собирала сумки. Готовилась ехать в роддом. Но не вышла. Когда стены задрожали от взрывов, схватила старшую дочь Дашу и помчалась в подвал. Так и просидели до утра. А Софийка родилась немного раньше срока. В доме от взрывной волны осыпалась штукатурка. Стены пошли трещинами. Окна уцелели чудом. Ремонт сделали собственными силами. И за свой счет. Шифер дали, перекрыли. Веранда летела. А больше так, ну мы чеки, то мы не взяли. Мы же не знали, что будут вертаться. У соседки Натальи выбила окна. Устанавливают только сейчас. На село дочекалась этих векон. Уже и холодно. На компенсацию за материалы, которые люди купили сами, уже потратили больше миллиона гривен. Их выделили из резервного фонда Калиновского района. Больше денег нет. Но жители продолжают нести чеки в сельсовет. Из четырех тысяч выпитых окон в Павловке пока установили только половину. Местные власти утверждают, могли бы сделать и раньше. Но из-за бюрократии все затянулось. Не вставляли, потому что изначально сказали, что будем куплять хату. На третий-четвертый день там сделаются документы. То все. Хата аварийная, что не имеет смысла его тут восстановить. Через сто веков никто ничего не вставлял. А дыр в стенах поврежденных домов с каждым днем больше. Но ветер все равно донимает. Хотя котел постоянно работает. Дырявые стены не держат тепло. Мы лягаем спать и берем теплое одеяло. И еще сверху кладем теплее одеяло. Семья Ковальчуков в сентябре ждет переезда. В этом доме зимовать невозможно. Уже сейчас дети постоянно болеют. Думаем, что до грудня, если морозив не будет, то еще будем тут. А там нету. Если ты на квартиру. В аварийном доме до сих пор живет и Николай. Говорит, когда тихо, можно услышать, как осыпается штукатурка. Страшно, но ехать некуда. Эта стена, получается, отходы на двор. Падать мы. Можем купить. То есть, хату новую вместо этого. Ждем решения с Киева. Что Киев скажет. Одна великая ладла есть, чтобы снег не попал. Впадет снег, может хата повалится. Для ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Кабмин выделил 100 миллионов гривен. Четверть пошла на восстановление школ, детсадов и больниц. Новое жилье вместо аварийного должны покупать тоже за госсчет. Но сначала добро должна дать комиссия трех министерств. 25 грудня, кинет бюджетного року, все выплаты перезупинятся. И то все нужно сделать. В Павловке из тысячи пострадавших домов шесть не подлежат восстановлению. Но новое жилье купили только одной семье, дом которой разнесло снарядом. После взрывов под Балаклеей прошло уже восемь месяцев. Вот бараки в поселке Нефтяников. Отремонтированные крыши, новые двери, светлые фасады. Но за красивыми фасадами скрываются серьезные огрехи. Крышу Надежде переделывали дважды. Да и стены были оштукатурены выборочно. Новый ремонт фасада тоже не прошел тест на качество. В дом Ларисы Александровны попало два снаряда. За госсчет поставили окна и двери. Выделили еще 10 тысяч гривен на внутренние работы. Но этого не хватило даже на материалы. После ремонта на стенах сеточка трещин. На стыке несущих стен сквозной раскол. Лариса Александровна смогла выбить с помощью депутата смету на ремонт своего дома. И нашла много интересного. В два-три раза все цены завышены. Требует желоба. 108 гривен. Деньги такой нашли. Он 42 гривны. По оценкам общественных организаций, половину средств на восстановление попросту украли. Объем работ завышали. Или вообще подрядчики не выполняли обещанного. А Балаклея превратилась в Потемкинскую деревню. Когда за красивыми фасадами скрываются руины. Как только ты попадаешь внутрь объекта, то ты видишь, что, собственно, несоответствие тому, что написано в документах, реальным работам. Балаклейский горсовет, как заказчик, у которого должны находиться эти акты, он отказал в предоставлении этих актов, что тоже говорит о том, что есть что скрывать. Деятельностью Балаклейского горсовета уже заинтересовалась полиция. Открыли уголовное производство по факту присвоения и растрата имущества. А также злоупотребление служебным положением со стороны чиновников местного управления ЖКХ. Не станет ли Павловка такой же Потемкинской деревней? И успеют ли помочь людям до холодов? Павлина Василенко, Вадим Ревун, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности недели. Телеканал Интер.